Ранняя зима на руку только им. В день жестянщика работники автомастерских не отдыхают, трудятся. На шиномонтаж очереди с самого утра. Неожиданный снег выбил из колеи многих. Некоторые отпросились с работы, чтобы сменить летние шины на зимние. Можно, опять же таки, нелепо попасть в ДТП. То есть где-то не так среагировал, чуть резче тормознул, чуть резче газанул, машину повело. Все. Скользко, мокрая дорога. То есть летняя резина уже не работает, под минус идет. С утра гололед. Ну лучше, конечно, сразу переобуться. Для того, чтобы, во-первых, не рисковать жизнью и людьми. Тем, кто передвигается на своих двоих, приходится утепляться. Шапки, шарфы и зимняя обувь погода не оставляет выбора. В Самарском регионе уже зафиксированы первые случаи переохлаждения. Как спастись от коварной простуды и остаться здоровым, даже когда зима приходит на два месяца раньше календарного срока, многие жители города знают точно. Оделся, думаю, нормально вроде бы, тепло и с улыбкой пошел на работу. Держать ноги в тепле, одеваться по осенне-зимнему. Но остальное все от себя зависит. Мы не ожидали, что будет такой мороз. И посмотрели на улицу, подумали, что, боже мой, ребенок первый раз видит снег. И детвору не испугаешь никакими холодами. Самарские школьники с трудом досидели до конца уроков. Выбежав на улицу, сразу принялись играть в снежки. По зимним баталиям ребята скучали целый год. Зима – мое любимое время года. Я обожаю играть в снежки с подружками, с друзьями. Это очень интересно. Согреть душу помогут любимые зимние забавы. Мы вот, например, лепим снежную бабу. Девчонки, давайте голову. Проживет наше творение примерно до конца недели. Синоптики обещают холода. Ночью температура воздуха может понизиться до минус 5 градусов. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.